мы едем сегодня в сеул погуляем что-нибудь посмотрим поотдыхаем всей семьей сборе но правда мы не в россии мы в южной корее прямо сейчас находимся приобрели автомобиль будем час его использовать корейских дорогах после этого отправим его паромом до владивостока и будем потом использовать на российских дорогах по республике башкортостан по машине сейчас буду кататься и в этом ролике о машине ничего говорить не буду потому что мне нужно ну разобраться то есть я сейчас сто километров проеду и буду уже хоть что-то понимать нужно побольше наездить чтобы вообще полностью машину понять а так здесь есть все конечно же и даже наверное больше это эдакий такой немецкий класс да но только от корейцев вот такие дела вот так вот ездят в южной кореи перевозят груз с виду маленький а так-то удаленький а нам какую надо платное чтобы было как должно быть нарисованы запомнил вот я не запомнил ё-моё вот я щас чуть не лыханулся там же просто по хай-пасу они проезжают а у нас на хай-паса нету и опять получается мы заплатили тысячу уже две тысячи каждый еще каждый 10 километров по 1000 по 2000 вон это 60 рублей приблизительно приблизительно стоянка в сеуле если мы поедем на стоянку будет стоить 3500 за часа три да это жесть вот релья мы заезжаем в туннель и там будут час слева справа двери различные прикольных если если это он вот смотрите ребят теперь пожалуйста мы приезжаем уже до сеул осталось 20 метров готовьте 2 500 это уже где-то 150 рублей вот мы просто едем в одну сторону эти хаточку потратили обратно пяти хаточку еще три с половой на стоянку вот грубо говоря вы съездили какой-то торговый центр ну в центр грубо говоря в центр в город съездили закупиться например или отдохнуть погулять вот у вас пятерика просто нету а еще заправиться я заправился на 50 тысяч вот сейчас кстати это три с половиной тысячи рублей а заправил я 35 литров вот сами посчитайте вот ну грубо говоря 1000 рублей мне нужно было на бензин на дизель чтобы доехать до сеула и где-то тысячи четыре чтобы просто то вот это вот всякие остановки паркинги платные дороги вот это просто мы доехали от представьте а если вы каждый день силу я к тому хочу сказать что жизнь здесь конечно совсем другая а хайпас туда вот серединку зачем здесь ехать а вот точно хайпас нам не надо это слово хайпас и нам две пятьсот две пятьсот когда точно нужно выбирать там где нету хайпаса как еще раз комсами да я уже кореец и мы практически силе 12 километров осталось лет она есть уже силу нет а да 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 все уже приехал еще въезд в силу вес сил стоит два пятьсот вы поняли любой другой город девятьсот машина выключилась экономит топлива а зеленым загорелась и не слышно сейчас нажимаю газ машина завелась поехала прикольная функция но она корейских машинах практически во всех через километр поворачиваете красивые часы где наши только непонятно так мы сейчас будем это посмотри слева здание да да есть на улево там реально переход там реально люди ходят вот он высокий хрен поймешь чё как работает стрелка налево было поехал автобус налево потом загорелся красный и был красный да дед побежал самсунгом последним вот кстати у них очень много самсунгов в руках айфонов намного меньше у всех айфоны раскладухи слипы вот эти вот такая раскладуха такая раскладуха практически у всех за фолды еще что-то по дороге вообще трошанина какая-то началась сейчас мы едем правильно нам налево надо почему-то нам надо брать левее потом прямо потом опять какой-то зигзаг и велосипедистом он залетел все нормально заехали сейчас круговое будет как тут а тут кто-то наверх кто-то вниз это трэш конечно развязки здесь а эти пешком ходят это как-то узко прямо очень узко как вот тут кто-то кругу уступает чё кто кого уступает смотри как красиво да это мы выезжаем сейчас в старый вот это красота можно было по мосту что на воде вот вам и на мосту ехали тоже красиво велосипедисты справа полицейские по морю едем кстати а здесь грязное море так или это чистое я понять это вот из ладивостока море или нет прикольно что справа и пешком идут а ты на машине едешь нет это не с ладивостока мы не со стороны ладивостока а мы левее да 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 это вообще по-моему река с ладивостока же пусан да да это не факт что это вообще море а не море это река да да вот рядом с хвасонтом уже слева тоже есть какое-то море это желтое море так что у нас тут мы куда-то уезжаем вниз зеленый горит желтый успел мог и не успеть блин ну как вот здесь вот ехать это трэш просто страшно ну короче лучше влево задеть чем право мутоциклистов до хера зарабатывают они неплохо доставщики 400 долларов в день 8000 долларов в месяц это при том что 10 дней ты будешь отдыхать ты можешь заработать это в принципе хватит нормально да в корее больным хапец тут домики смотри слева прям на дороге ебать этот умель и пробка как волной тут накроет какой такая сильная волна пойдет цунами да откуда цунами будет в центре кореи знаешь я очень боюсь тоннелей почему у меня клаустрофобия если я вот так остановлюсь как они будут прописать у меня начнется паника почему у меня клаустрофобия ну что ли тут туннели смотри мы едем вниз туннели вглубь ой никуда вниз не ела мы вниз едем в туннель вниз специально да издеваетесь надо мной я мы едем в туннели смотри они так пахнет смотри как пахнет туннелем пахнет тепло тепло видишь как тепло от земли мы под землёй червяки ползают везде подземные жители в фильме да люди в черном черт смотрите мы уже вниз смотри сколько вот вы ты вытащи руку вот так вот смотри тут теплый воздух без кислородный без кислородный воздух смотри мы продолжаем вниз ехать ты представляешь я уже вижу свет в конце тоннеля и выезжаем на улицу представляешь обалденно да практически доехали где мы я не знаю но выглядит прикольно какая-то парковка подземная припарковались мы собственно подземной стоянки здорово как дела расскажешь давай ну да за рыбой большой такой рыбы да да мы припарковались вот в этом месте здесь вот монумент там внизу какие-то раскопки и мы вот в сеуле жопа а чё они делают мутируют чё-то происходит там мутация какая-то ну какая-то свечная или что-то да и тут тоже жопа а вон там печенька сидит но как припарковали вот это корейцы да а я там не вышел бы просто мы парковались а тут оказывается лифт для машин есть раз два жесть парковка с лифтом для машин нормально нормально все приехали пришли в сеул закупились мы там тут еда нужно тут были повторно снимаем софа лиля лёха что идем привет дорогие мои друзья идем попадаем идем идем гуляем всем привет с великой победы у вас друзья всех благ священным праздником священным днем родные мои 9 мая мы снимаем этот контент 9 мая кстати да да а вот это с меня уже были да алис да а что это мы тут ходили без тебя уже как бы мы ходили без тебя полицейские прикиньте как у них полицейский участок прикольно выглядит у нас чтобы так было блин да у нас там сразу клетка блин все в заборах да тут прямо а тут прям прикольно потому что у нас в россии ребята блюстят 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 это только менты разбитые улицы это чего стоит ёлы-палы ну да ну ёлы-палы ну ёлы-палы дорогого стоит вот так вон они вот шапка прикольная где купили шапку такую вот нормально надо покажу про сколько 1 2 3 4 5 7 8 так попробуем давай так скажи как треугольнички да опа на а я Я вам скажу еще, где вы, что вы. А вы здесь жируете, да? На лесу уже стоит. Вера, покажи. Ё-моё. Девушка, кто вы, я вас не знаю. Ну, в полицию помойся, дочка. В полицию сходи. Так, мы сейчас идем в Адидас. Посмотрим, что там. Опять закупились в Найке. Купили из 90-х, из 80-х даже адидасовскую одежду. Прикольную. Сейчас посмотрим, что может в Адидасе будет. Тут есть вот разные фудкорты. Йогани. Суперпэт. Тут что-то для животных можно купить. Представляете, сколько всего. Всякие ерундистики. Здесь похавать можно. Вот этот Адидас. В прошлый раз здесь была очередь. Мы сюда не попали. Огромнейшая была очередь. Очень много еды. Своеобразной. Можно свежевыжатый апельсиновый сок попить. Попьем, думаю. И идем в Адидас. Закупились в Адидасе. В Сеуле. Купили, наконец-то, костюм. Нашли две пары штанов спортивных. Потому что со штанами вообще проблема. Сейчас все в порядке. Идем по тому же маршруту, где и были. Везде играет музыка. Здесь до десяти, по-моему, все работает. Время уже полдесятого. Полдесятого вроде как. Время уже. Мы уже все поели. Все попили. Дети устали. Говорят, хотим домой. Не хочешь купить что-нибудь для кошки? Нет. Спасибо. У нас и музыка не ответит. Ну да. Хожи, джус. Тут джус. Все, спасибо. Спасибо. Все. Реально сто процентов. Да? Посмотрите. Ну, похоже, да? Что свежий выйдет. Едем домой. Кстати, тормоза здесь хорошие. Ой, а мы, смотри, теперь по верху едем. А, мы по верху едем. Да, вот эти красивые. А туда едем и по низу. А, нам только слева, что ли, надо ехать. Справа нельзя, нифиг. Ну, вы вообще все хитрые, я так понял. Как в России. Только чуть-чуть моргнешь, сразу пендрец. Иду, иду ко мне. Загорелся. Спасибо. Прекрасный свет, да? Да. Нет. А что, не больно? Где тут тормозит? Там, впереди. Впереди, впереди. Вон, за ним. Ёпта-ди. Они двойные светофоры делают. Зачем? Ты видишь, потому что там с горки ты съезжаешь. Там на горке видно. А, нифига себе. А этот не видно было с горки. Опять! Корейцы очень любят играть в гольф. Да? Да. И вон, смотрите, у них целый магазин с клюшками. Тупить они любят лучше всех, а не в гольф играть. Все наоборот вообще. Все как-то странно, по-другому все. Я столько роликов посмотрел в Корее, уже Леша показывал. Мусорная машина едет назад. Когда мусорная машина едет назад, она издает звук. Пип-пип-пип. Чувак просто идет кореец. Врезается в эту мусорку. И она его еще дает. Он под машину попадает. И это все происходит там на скорости 2 км в час. Один не видит, потому что он едет назад, другой не видит. Идет в телефоне или что там. И не слышит, что ли. И не слышит, что ли. И это вообще прикольно. Видишь, хай-пасс и стрелочка в серединку. А вот он тебе показывает. У тебя нет хай-пасса, он тебе 2 показывает. Офигенно. Вот новозьки. А там, да. Обалдеть. А что мы тупили? Вот же все показывали. Да, валенковичей, корейничей. Да, уж. Тут, блин, все показывают, а мы ищем где хай-пасс, где нет хай-пасса. А там что показывал, да, тоже? Да, а ты на меня кричал. Вот теперь извиняйся. Извините, пожалуйста. Ну ты же сама нашла. Вот если бы я нашел бы, я был бы прав. А так нет. Классно, что навигатор видит все камеры и говорит, то есть радар, детектор вообще нахрен не нужен. Вот то, что в России продают радары, здесь, в Корее, на этой машине он просто не нужен. Он видит все камеры, говорит сколько можно, даже видит камеру на расстояние. Это обалдеть просто. Ну, ночью, конечно, ехать вообще халява. А вот днем были пробки одни. Справа через 900 метров будет город Баран. Да. Серьезно. Баран. Баран. Ну, так и называется. Ну что, ребята, так вот мы съездили в Сеул, протестировали машину, больше даже, я бы сказал, чем гуляли. Когда уже получу этот автомобиль в России, тогда уже более подробно буду рассказывать. Прошивку я хотел сделать в Корее, русский язык, но тоже буду в России делать, чтобы показать, как бы все четко. Здесь будем сейчас дорабатывать до 20-го числа, принимать заявки. Ну, если контент еще будет с Дженезисом, то, конечно же, вы его увидите на канале Лего Плей. Если по машине, то, наверное, также сниму контент и на второй канал Авто из Кореи. Не забывайте, кстати, подписываться сюда. Внизу будет ссылка телеги, если хотите автомобили заказать из Южной Кореи. Также будет номер в WhatsApp. Звоните, пишите. Если вы хотите тоже классные машины из Кореи, подберем все, найдем, сделаем все в лучшем виде. Ну что, не забывайте ставить лайки тоже обязательно, чтобы продвигать канал. В телегу подписывайтесь, кто хочет заказать автомобиль. Или просто хочет посидеть, посмотреть за работой, за нашей, да? Непонятно, желтый. И этот. Будем прощаться с вами. С вами был Лего. Всем удачи и всем пока-пока, ребят.